Господа, у нас закончились деньги, поэтому нужно думать, где их найти. Эта фраза Уинстона Черчилля хорошо описывает план Саудовской Аравии по избавлению от нефтяной зависимости. Из-за низких мировых цен на нефть Саудовская Аравия ищет новые пути пополнения бюджета. Сейчас экспорт энергоресурсов королевства составляет около 90% бюджета страны. 25 апреля принц Саудовской Аравии Мухаммад Ибн Сальман представил план развития и реформирования страны до 2030 года, который называется «Видений 2030». Он нацелен на уменьшение зависимости страны от нефти. План предусматривает создание государственного фонда «Паблик Инвестмент Фонд». Он будет инвестировать в разные саудовские и зарубежные компании, что увеличит прибыль королевства, не связанную с нефтью. Саудовская Аравия также планирует частично приватизировать некоторые государственные компании. Среди них крупнейшая нефтяная компания «Сауди Арамка», до 5% акций которой будут проданы на мировом рынке ценных бумаг. В статье от 26 апреля «Видений реформ Саудовской Аравии» американского аналитического центра «Стретфор» авторы отмечают, что власти королевства планируют превратить компанию «Сауди Арамка» в энергетический холдинг с избираемым советом директоров. Это уменьшит вмешательство государства в дела компании, которую оно раньше постоянно контролировало. Кроме того, для привлечения иностранных инвесторов будет публиковаться информация о финансовом состоянии компании. Такие меры увеличат прозрачность и открытость экономики королевства. Большая часть населения Саудовской Аравии – это молодежи. Правители, конечно же, не могут не учитывать их потребности. Поэтому план «Видений 2030» предусматривает создание рабочих мест, справедливое распределение социальных выплат и повышение занятости среди женщин. Аналитики компании «Стретфор» отмечают, что план призван сохранить стабильность в Саудовской Аравии королевскую династию Аль-Сауд при власти. Ранее, благодаря доходам от нефти, государство могло обеспечить граждан дешевой водой, электричеством, бензином за счет субсидий. Люди привыкли, что им не нужно платить налоги. Но из-за низких мировых цен на нефть правителям Саудовской Аравии все тяжелее обеспечивать население этими благами. Власти королевства были вынуждены урезать бюджетные расходы на этот 2016 год. Под сокращение попали в том числе и топливные субсидии, подорожал бензин. Чтобы поддерживать бюджетные расходы на запланированном уровне, Саудовская Аравия вынуждена тратить свои золотовалютные резервы. Власти страны понимают, что социальные траты играют важные роли в обеспечении стабильности в стране. Это основа верности граждан, королевской семье, аналитики Стретфор пишут. В плане видения 2030 речь идет скорее об укреплении поддержки власти со стороны населения. Это обещание гражданам королевства, что династия Аль-Сауд работает над выполнением своих обязательств. В то время как прибыль от нефти, которая все еще остается основой экономики Саудовской Аравии, уже не настолько высока, как раньше. План видения 2030 должен позитивно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире. В частности, он должен предупредить возможное восстание и бунты в стране. И таким образом обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки. Это, в свою очередь, должно обеспечить стабильность мировых цен на энергоресурсы. Ведь Саудовская Аравия – это один из крупнейших экспортеров нефти в мире. Несмотря на амбициозные цели плана видения 2030 реформировать страну, многие аналитики отмечают недостатки этого плана. Так, в статье для британского еженедельного издания The Economist, видение или мираж, будущее Саудовской Аравии без нефти, указывают на отсутствие политических реформ для демократизации королевства. Также в журнале пишут о возможных препятствиях на пути реализации плана видения 2030. Чтобы достичь этих целей плана видения, Саудовская Аравия должна стать открытой для торговли инвестиций иностранцев, действовать по прозрачным правилам и принимать светские законы. Но многое из этого является неприемлемым для представителей духовенства, которые десятилетиями пытаются избегать связи с внешним миром. Члены большой семьи принца Мухаммеда также могут замедлить процесс реформирования из-за собственных бизнес-интересов. Кроме того, по мнению аналитиков за экономист Саудовской Аравии, нужно более четко и детально прописать механизм приватизации государственных компаний, а также провести реформу рынка труда. Еще многое предстоит сделать для того, чтобы план видений 2030 воплотился в жизнь, потому что все мы понимаем одних обещаний, даже если это королевская семья, недостаточно. На сегодня мы заканчиваем медиа-обзор.